Приветствую всех, с вами Ромулус, и мы далее проходим основной квест Моровинда. Был получен только что еще один квест. Мастер-шпион послал меня встретиться с каким-то Хасуром Зайнсубани, Эшлендером, оставившим Эшленд и ставшим богатым торговцем в Альдруне. Он дал мне 100 золотых и сказал выяснить, что Зайнсубани любит, и сделать ему подарок. Я дам ему подарок и расспрошу об Эшлендерах, культе Нерварина. Когда я получу эту информацию, вернусь к ней к мастеру-шпиону. Задание относительно легкое, хотя я не помню, что оно нам предвещает. Есть Альдром. Куда хотите отправиться? Где-то здесь должна быть таверна, в которой можно будет найти этого персонажа. Так, что это у нас? Таверна Альцкар. Так, так, так. Хорошо, я слушаю. Единственное, кто похож на Эшлендера, так это этот персонаж. Давай-ка мы тебе денег дадим. Давай, бери, бери, не стесняясь. Дело. Каковы их обычаи стак? Понимаете, вы хотите знать больше о Эшлендерах. И что же конкретно вас интересует? Каковы их обычаи, связанные с подарками? Интересный вопрос. Подарок является знаком вежливости среди незнакомцев и знаком любви среди друзей. Что касается незнакомцев, подарок означает, что вы учтивы и предусмотрительны. А также уважаете желание и нужды других. Это может оказаться полезным для торговцев и путешественников. Продуманный подарок друга это нечто личное. Требует особого искусства, так как особенно важно несколько, насколько подарок подходит тому, кого его... Кто его получает. Так, понимаю, ты хочешь подарить мне умственный подарок, но не знаешь мне достаточно хорошо, чтобы выбрать такой дар. Или не можешь найти, или позволить себе дар, который считаешь подобающим. Хорошо, давай возьмем твою искреннюю мысль и доброе намерение, как знак твоего подарка. Ты вел себя учтиво, и мне хочется помочь тебе, чтобы ты хотел знать об Эшлендерах и культе Нерварина. Они почитают великого Ашхана и наставника Нерварина, луную звезду, кто века назад уничтожил злых безбожных гномов и закрыл предательство Дарган Ура. Его подлые орды под Красной Горой. Культ имеет малое значение в верованиях Эшлендеров. И только среди Оршелаку его последователи имеют какое-то влияние. Другие племена Эшлендеров разделяют чувства культа, но относятся к пророчеству Нерварина с подозрением и скептицизмом. Так, расскажут слишком долго. Ну что ж, мне передали записи в процессе достаточно быстрого диалога. Все у меня есть. Теперь попробую вернуться к моему другу и начальнику Као Касседосу, который скажет, что же делать дальше. Отличная погодя, кстати, в Квальдруне. И часто она здесь такой бывает. Для вас мы организуем спецназ. Для вас мы организуем спецназ. Я присваиваю тебе следующий ранг и отсылаю тебя в лагерь Уршелаку, чтобы ты поговорил с Сул Матулом и Небаи Мессой. Но прежде чем ты уйдешь, думаю, мне стоит рассказать тебе, что происходит. Император и его советники считают, что по внешности ты удовлетворяешь условия пророчества Нерварина. Поэтому тебя освободили от заключения по приказу его величества. И перевели ко мне. Ты сможешь выполнить условия пророчества Нерварина и стать Нерварином. Итак, вот расшифрованная копия послания, которое ты доставил мне по прибытию. Прочти его позже. Оно должно все объяснить. Как ты прочтешь расшифрованное послание императора и его советники сказали, что по внешности ты удовлетворяешь условия пророчества. Ты действительно подходишь под пророчество. Ты действительно Нерварин, о котором все говорилось. Сначала я думал, что ты нам дать этот титул кому-нибудь достаточно убедительному самозванцу. Теперь я не знаю, что и думать. Но в одном я уверен. Это не просто примитивные предрассудки. И мы относимся к этому со всей серьезностью, как приказывать его величество. Ну что ж, друзья, на этом заканчивается данная серия. С вами был Ромулус ТВ. Спасибо за внимание. До скорого.